Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи, обзор рынков с Висквод. И с нами сегодня Андрей Малевич, наш коллега, трейдер и руководитель активов Калининграда. Андрей, приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич, приветствую, коллеги! Как вам сегодняшний рынок, что интересного? Ну, в принципе, я ничего нового такого не вижу. Со вчерашнего дня особо никаких таких изменений как бы нет. Началась такая обратная коррекция, скажем так. Ну, в общем и целом, движение продолжается в том направлении, которое были, в общем-то, обозначены. Ничего такого я не вижу сверхъестественного. Все нормально, все в рабочем режиме, в общем. Я понял. Как на этом заработать? Что делаем? Ну, как на этом заработать, я говорил, в пятницу. Сегодня вернусь к тем, скажем так, котировкам, которые я давал. Если тот, кто по своей системе открыл позиции, я давал направление. Если кто-то открывал, может быть, здесь есть кто открывал, кто отрабатывал мои направления, я давал по фунт австралийцу и по чиф йене. Если отрабатывали, то они должны уже иметь в порфире в минимум 200 пунктов в четвертой цифре. Ну, отлично, отлично. Ну, сейчас узнаем, коллеги, кто заходил по идеям Андрея Малевича в пятницу. Пожалуйста, дайте нам знать. Ну, а мы специально, друзья, сделали два эфира в неделю, чтобы был короче промежуток между эфирами, чтобы можно было подводить некоторые такие промежуточные этапы. Все, Андрей, давайте посмотрим на графиках, что случилось в пятнице и как нам дальше торговать. Ну, я еще немного по двум эфирам, буквально в двух словах, дополнился, Григорий Николаевич. Да, да. Два, второй эфир, вот во вторник мы сегодня сделали. Конечно, я могу сразу сказать, мне немного неудобно. Это 11 по Калининграду, у меня в 11 идет, скажем так, до 11 встречи, и потом разбор как раз вот на рынке. И где-то, ну, если бы на 11.30, на 12 по Калининграду, то есть по Москве там получается у нас 12.30, мне бы было, конечно, поудобнее. Ну, давайте начнем с этого, дальше уже там посмотрим. Да, мы с вами всегда подумаем. Да, ну, давайте тогда вернемся, значит, к нашим, к рынку. Посмотрим, что там у нас. Давайте. Поделиться. Так, должно быть, должен быть виден мой экран. Бежит, бежит интернет. Вы чокнули на него, он стал синеньким. Видим хорошо, Андрей, все отлично. Ну, хорошо. Ну, смотрите, значит, второй день, вот этот вот во вторник, я буду давать обзор, скажем так, свое видение до пятницы, как пойдет котировка, грубо говоря, на неделю. То есть это получается середина дня, ну, включаем вторник, это полный день, вторник, среда, четверг, и в пятницу уже другой обзор, скажем так, это где-то на два, на три дня, такой короткий. То есть, в принципе, будем охватывать всю неделю. То есть, вот этот сегодняшний обзор будет отличаться от пятничного обзора, потому что стрелять будем на пять дней вперед. Я, в принципе, всегда так и стреляю, ну, в смысле, вижу, вижу, стараюсь видеть. Вот, а так, в принципе, ничего не меняется, мы торгуем три модели, отбой, ложный пробой, сложный, ложный пробой, смотрим день, четыре часа, прицеливаемся и открываем позиции в часе, в тридцати минутах. Ну, кратенько сегодня я сделаю слот-анализ, покажу, что мы заработали. Вот, месяц начался, я сразу скажу, бомбически, для меня очень хорошо. Вот, мы торгуем с плечом один к двум, как я говорил. Вот, ну, и немного, два слова, дивсификация. То есть, в общем-то, ничего такого нового, единственное, мы стреляем на пять дней вперед. Вот, начали мы эти обзоры из-за того, что, ну, много на почту народу писало. Ну, как много, человек 15-20, наверное, мне писало, постоянно, причем писало и в Facebook, и на почту, с тем, чтобы вообще запуститься каждый день. Ну, мне каждый день, честно говоря, ребят, нет времени. Вот, ну, вот это вот, вот этот обзор недельный я буду как подавать. Надеюсь, что он будет помогать. Значит, сегодня я хотел начать с того, что я давал по кроссам рекомендации. Не то, чтобы рекомендации, а свое видение, куда мы будем отрабатывать данные бары. Вот, по фунту в стролицу и по чиф-йене, по швейцарскому франку и по йене. Значит, две рекомендации отработали, отработали в профит. Перед вами сейчас сделки, я не знаю, может быть, мелко не видите. Но если видите мой курсор, здесь 104 пункта. В общем-то, кто работал, заработал. Кто двигался в этом направлении, заработали. Но была еще небольшая коррекция по фунту в стролицу. И сейчас движение продолжилось. Уже почти 200 пунктов в четвертой цифре. Это весьма ощутимая прибыль. И для некоторых трейдеров это, в принципе, месячная прибыль. Вот 200 пунктов. В пятой цифре это 2000 пунктов. То есть это, я считаю, очень хорошая прибыль, если вот так вот все движение бы забрать. Ну, я вот здесь вот вышел и зафиксировался. По чифьене. По чифьене заходили от этих вот уровней. Здесь я тоже про нее говорил. И, в общем-то, забрали уже, конечно, там не 100 пунктов, а 50 пунктов. 44, точнее, пункта. Вот. И, в общем-то, она тоже отработала в профит. В общем, деньги можно было заработать. Теперь возвращаемся непосредственно к мажорным парам, которые интересуют всех. Вот. И что на данный момент у нас по евро-доллару. Значит, по евро-доллару мы, в принципе, находимся, точнее, инструмент находится у нас в растущем тренде. Угол движения цены у инструмента направлен вверх. То есть на данный момент его нужно отрабатывать, в принципе, наверх. Думаю, возможно, небольшая... Надо сегодня смотреть, мы стоим на очень важном уровне, на бомбически, скажем так, важном уровне 1.1115. Если мы сегодня пробиваем его, то есть закрепляемся ниже него, завтра или тест, послезавтра или тест, то котировку цену уведут в сторону понижения. Вот. Ну, на основании того, что... Это, скажем так, первый сценарий. Но на основании того, что сейчас американский доллар слабоват и, в общем и целом, были изменения по процентной ставке не в сторону того, чтобы укрепилась американская валюта. Соответственно, я думаю, на этом уровне 1.1115 мы отконсолидируемся. Вот. И дальше двинем наверх. Этот сценарий наиболее вероятен, вот. При том, что, в общем-то, угол движения цены направлен вверх. Вот. И если сходу, скажем так, на высокой волатильности пробьем 1.1160-1.1184, то в моменте окажемся вот здесь 1.1230. Ну, пойдем вот куда-то вот к этим вот шпилям, куда-то вот к этим консолидациям и к этим вот отбоям. Вот. То есть вот этот сценарий наиболее вероятен. В общем-то, небольшая консолидация примерно 2-3 дня. Вот. И уже где-то или в конце среды в американскую, или в среду в американскую сессию, или в четверг начнутся движения с выносом цены наверх. Фунт. По фунту примерно ситуация, скажем так, похожая на американцев. Думаю, в общем-то, в моменте будет какое-то еще коррекционное движение продолжить. Так, Андрей? Андрей? Сейчас, коллеги, секундочку. Продолжение следует... Андрей, вас выбило на секунду, сейчас вы вернулись. Я понял, с какого момента? С фунта. Вы начали фунт, и вас выбило на фунте. Понял. Буквально секунд 10 назад. Так, сейчас видно мой экран, да? Да, понимаете картинку, все видим хорошо. Ага, все отлично. Отлично. Итак, по фунту картинка схожая с евро-долларом, но в наибольшем приоритете. Вот, я думаю, что фунт, по фунту будет консолидация, скажем, легкое коррекционное движение и консолидация возле уровня 1.2777. Здесь возможен заход за него, далее выход, ретест, и дальше мы двинемся снова на, скажем так, на тестирование уровня 1.2959. Дальше нужно будет смотреть за волатильностью и за, скажем так, скоростью изменения цены. Вот, к слову сказать, 1.2777 это железобетонный уровень, который у нас перед этим выступал в роли сопротивления, которое мы долбили и не могли пробить. Вот сейчас со стрелочки мы вам показываем, как это было. Вот. И сейчас он уже у нас выступает в качестве поддержки и думаю, что сходу мы его не возьмем, будем консолидироваться на нем и далее, в общем-то, движение в сторону лонгов. Вот, то есть первоначально где-то примерно 2-3 дня коррекция до среды, вот это вот движение до среды, дальше консолидация. И далее смотрим на консолидацию, набираем уже где-то, я думаю, может быть, ближе к концу недели, а уже будем набирать позицию в сторону лонгов. Для тех, кто торгует, в общем-то, по тренду и интродэ, отрабатывает, час ходить не надо, а надо входить будет уже после консолидационных движений, движений где-то на ретестах. Где-то вот здесь вот, так сказать, открытие позиций. Если волатильность по данному инструменту будет высокая возле уровня 1.29.59, то мы в моменте его можем прошить и пойти вот сюда, вот к этому уровню на данный момент сопротивления. Это 1.31.71 и уже, я думаю, сходу его мы не возьмем, но на нем будут консолидации. Вот, ну, в принципе, вот что касается фунта. По астралийцу. По астралийцу идет борьба между продавцами и покупателями. Она, в принципе, всегда идет на рынке. Ну, сейчас это уже так очевидно, скажем так, очевидно видно. Вот, скажем так, ключевой уровень у нас 0.69.10. Он много раз выступал у нас в качестве сопротивления, в качестве поддержки. Немного не доходили до него, отваливались, не добивали. И сейчас мы стоим прямо на нем, один, еще раз напоминаю, 0.69.10. И здесь просто скопление, во-первых, верхняя граница долгосрочного падающего тренда, в котором мы находимся. Угол движения цены направлен вниз, вот так вот глобально. И данный инструмент пытается выйти из долгосрочного падающего тренда, стоит прямо на границе, верхней границе этого долгосрочного падающего тренда, плюс 200-дневная скользящая средняя, и плюс железобетонный такой уровень 0.69.10. То есть три точки сопротивления. Если продавцы, в общем-то, сегодня или завтра загонят цену вниз и удержат ее там, то им нужно будет довести цену, скорее всего, будет длинная консолидация такая, в 3-4 дня под уровнем 0.69.10. Далее ретест, и уже потом падение примерно, я думаю, в район 0.67.99. Ну, округлим 0.68.00. Дальше будем смотреть за волатильностью, за скоростью изменения цены, и может продолжиться падение вплоть до уровня 0.67.48. Это у нас, скажем так, нижняя консолидационная граница, и очень мощный уровень поддержки 0.67.48. Я про него ни раз, ни два говорил. Если другой сценарий, это сценарий номер один. Далее, сценарий номер два. Если сегодня на высокой волатильности, то есть это должны быть ближайшие, скажем так, сегодня до вечера, завтра до обеда, уводят цену наверх, закрепляются выше уровня 0.69.10, то покупателям нужна высокая волатильность, то есть доллар должен ослабеть в моменте, небольшая консолидация на уровне, над уровнем 0.69.10, а далее просто полет будет 0.7005, ну, округлим 0.7.00. То есть куда-то вот сюда, вот к этим вот консолидационным движениям, вот к этим сложным-ложным пробоем, мы скорее, с большой вероятностью мы двинемся сюда. То есть, в общем-то, я отдаю приоритет, так как американская валюта слабеет, я отдаю приоритет в сторону лонгов. То есть примерно как-то так. Новозеландец. По Новозеландцу ситуация схожая с австралийцем. В принципе, я постоянно говорю, две схожие пары, они ходят. Мы с Тамарой ходим парой. Я со вчерашнего дня, я тут прорисовывал, что будет падение. Это падение, кстати, мы забрали, против тренда забрали. Сегодня идет отскок в сторону 0.6426. Если котировка и цена по данному инструменту закрепляется выше уровня 0.6426, закрепление один день, второй день, третий день, возможно. Дальше ретест. И мы пойдем к уровню 0.6487. Если же на высокой волатильности вдруг пробьют и понесет цену выше, то очень быстро можем уйти еще выше 0.6577. В общем-то, я по данному инструменту склонен к тому, что будет движение, лонговые движения преобладать будут покупатели. Но если, конечно, противоположный сценарий, мы закрепляемся ниже уровня 0.6426 и стоим там 2-3 дня, то тогда, конечно, уже начинается, будет вероятность падения данного инструмента к уровню первое где-то примерно 0.6383. И далее движение продолжится к 0.6331. Но все-таки, на мой взгляд, я считаю, будет преобладать вот этот сценарий с подходом к 200-дневной скользящей средней. То есть они должны встретиться. Данная цена по данному инструменту должна встретиться с 200-дневной скользящей средней. Как-то так это видится. Канадец. По канадцу, в общем-то, на фоне того, что слабеет американская валюта, я думаю, в моменте может быть какое-то коррекционное движение на фоне, скажем так, среднесрочного падающего тренда. Возможно, даже дойдем до верхней грани среднесрочного падающего тренда. А далее, я думаю, пойдем на уровень, мы сейчас на нем стоим, это 1.3141. На высокой волатильности, если его возьмем, то ретест и двинем дальше. Надо сказать, что мы сейчас стоим на данный момент прямо на уровне 1.3141. Если сегодня, завтра котировка зафиксируется, то нужно будет ждать ретеста и, в принципе, тоже отторговывать ее примерно в сторону 1.3055. Возможны консолидационные движения ретест и 1.2965, куда-то сюда. То есть направление движения шорт по данному инструменту. По франку ситуация схожая. Но, в общем и целом, я уже не раз говорил, что во франке наблюдается покупатель, который стремится к паритету данного инструмента, то есть куда-то сюда стремится его затолкать. Но, в общем и целом, продавцы не дают. И, в принципе, я думаю, будет схожее движение с канадцем. Тоже на данный момент инструмент стоит на своем ключевом, скажем так, на данный момент на ключевом сопротивлении 0.99-0.6. Это такой железобетонный уровень поддержки и сопротивления. Я думаю, если сегодня-завтра мы закрепляемся ниже этого уровня, то однозначно двигаемся в сторону 0.98-55, 0.98-04. Ну, округлим 0.98-00. Вот. И если же все-таки на высокой волатильности каким-то образом толкнут этот инструмент наверх, то я думаю, мы протестируем верхнюю грань падающего тренда, краткосрочного падающего тренда и все равно пойдем в сторону шартов, так как на данный момент преобладают продавцы. и долгосрочно, и краткосрочно. Андрей, еще раз вы промигнули. Пожалуйста, перезапустите демонстрацию рабочего стола. Андрей, пожалуйста, перезапустите еще раз рабочий стол. Андрей, если можно идти на рабочий стол, давайте перезапустим. буквально пять секунд назад остановилась у нас. У меня все запущено. Да, да, все, поднимаем график опять. Ага. Так. На данный, по данному инструменту я могу сказать, что в принципе я говорил вот про эту медвежью свечу. Сейчас я ее вам покажу. Еще раз. но она здесь видна невооруженным взглядом. Одной свечой, в общем-то, медвежий. Продавцы показали, что у них, в общем-то, есть сила. И они отбили данный инструмент, данную котировку от уровня 109.06. Ключевой уровень. На данный момент он является сопротивлением, но он выступал в роли поддержки. И сейчас, я еще раз повторюсь, он выступает в роли сопротивления. Я думаю, еще будет небольшое какое-то движение с возможным заходом выше уровня. Если мы не обновим вот эти вот хаи, уведут цену за этот уровень, ждем ретеста, открываем позиции в шорт, и в принципе можно ожидать вот такого движения к уровню 107.86, 107.25 и даже, возможно, 106.70. куда-то сюда вот к этим значениям, вот к этим пикам. То есть, в общем-то, я вижу на данный момент какое-то коррекционное движение. Покупатели в себе находят силу для того, чтобы вернуть все на место как было, но эту свечку уже никуда не спрячешь. И, в общем-то, я думаю, что возле уровня 109.06, так сказать, покупателей примут, и будет борьба, и, в общем-то, победить должны продавцы. То есть, в общем и целом направление движения в шорт. Но, однозначно, если мы подойдем к этому уровню 109.06, я, конечно, буду искать открытие позиции в сторону шортов, и, конечно, буду отрабатывать этот инструмент в район, как я говорил, где-то 107.86, 107.25, 106.75, то есть туда. В принципе, если все это сработает, то месяц можно будет считать закрытым по доходности. То есть, и так уже будет очень хорошо. Российский рубль относительно американской валюты. Ну, что можно сказать? В принципе, не смогли вывести данный инструмент из краткосрочного падающего тренда. Напротив, даже пробили ключевой уровень поддержки 63.65, и я думаю, для тех, ну, находимся, скажем так, в краткосрочном падающем тренде, для тех, кто готов шортить данный инструмент, то нужно ждать ретеста уровня 63.65, ключевой уровень и поддержки сопротивления выступал у нас такой, скажем так, железобетонный уровень, который, я думаю, что мы сразу не возьмем, а от него будут, к нему будет подход, будет его ретест, возможно, выход за него, далее, небольшая консолидация, ретест, и поехали на 62.56. Движение будет очень хорошее, движение будет в сторону шортов, то есть, в общем-то, надо отрабатывать в шорт на уровне слабеющего, на уровне слабеющей американской валюты. С золотом ситуация противоположная, очень долгое время мы консолидировались на уровне 14.92, в пятницу я говорил, что, в общем-то, можно ждать направления движения в сторону лонгов, так, я с размахом показал, что можем двинуться в этом направлении, знаю, что некоторые загружались, и некоторые загружались вот к этим шпилькам, вот сюда, и мне уже написали, что движение состоялось, движение было, но не достали, я говорю, ну, у вас тут сейф должен быть закрыт, в общем и целом, как бы тут чуть-чуть осталось, но если даже и пойдет против вас, то все, в общем-то, это либо по нулям, либо небольшой профиль, вот, ну, в общем и целом, по данному инструменту, я думаю, движение должно быть, возможно, мы протестируем еще раз, отретестим уровень 14.92, далее небольшая консолидация, ретест, и движение на 15.24, здесь надо будет смотреть, какая будет волатильность, и на 15.56, возможно, обновим хаи, если обновим хаи, закрепится угол движения цены наверх, инструмент может на высокой болотильности двинуть наверх, все это происходит, повторяю, на фоне слабеющей американской валюты, по нефти, нефть сорта бренд, ситуация такая, немного ничего общего между австралийцем и нефтью вообще нет, и быть не может, там молоко здесь нет, вот, но тем не менее, здесь получается, что мы подходим к нижней грани, ой, к верхней грани, простите, долгосрочного падающего тренда, такого глобального падающего тренда, скажем так, к ключевому уровню сопротивления 63.12, но округлим 63, если в течение сегодняшнего, завтрашнего дня мы не пробьем уровень 63.12 и не закрепимся выше него, и если цену не выведут из долгосрочного падающего тренда, то нужно будет искать однозначно какие-то шортовые позиции и работать на стороне продавцов. Первое к уровню 61.7, второе 59.97 и возможно даже в район куда-то 56.87, но это уже с таким дальним забросом. То есть, если мы не выходим сегодня-завтра вот отсюда, то в принципе вот такое движение вполне возможно. Вот как раз в середину консолидационного канала в район 59.97, но округлим 60, то есть вот куда-то сюда. Ну, нужно искать, конечно, будет закругление и отрабатывать эти закругления. По американской валюте, по американской валюте, точнее, индекс американского доллара. В общем-то, угол движения цены не сломлен. Мы находимся в растущем тренде. Я его обозначил таким сереньким цветом, вы его видите. Начало этого тренда это сентябрь 2018 года. Его мы не переломили, а в нем мы находимся. Стоим непосредственно на уровне 97.14, уровень ключевой. На данный момент он выступает у нас поддержкой. По ФИБу мы находимся на границе 0.61. В принципе, отсюда уже можно начинать формировать какие-то лонговые позиции. И, к слову говоря, тут же проходит и 200-дневная скользящая средняя. То есть мы, в общем-то, подошли к таким, скажем так, ключевым значениям к перелому тренда. мое видение такое, что не сломают индекс американской валюты. Я думаю, ждет нас консолидация с выходом из краткосрочного падающего канала вот из этого. Вот границы этого канала. Здесь они хорошо видны. То есть я думаю, движения будут вот такие. Выведут цену из этого канала. Далее возможно какая-то консолидация. На ней нужно будет формировать, открывать позиции в лонг. Дальше увод за уровень 97-14, ретест, дальше все-таки двинемся в сторону лонг. Куда-то сюда. То есть в общем и целом ближайшее время консолидация, а дальше нужно будет, если не введут за уровень 97-14 и там не закрепится, то нужно будет в общем-то где-то я думаю с четверга, с пятницы формировать какие-то позиции в лонг. Там уже будет информация побольше и там будет уже попонятнее. Вот. В общем и целом все, что хотел я вам донести, я донес. это то, что у нас сейчас на данный момент происходит по рынку. Что касается по управлению нашими портфелями, то в общем и целом я говорил, что неделя у нас начались хорошо, начались хорошо, за месяц мы заработали почти 3%, за эту неделю мы заработали 2,5 деньги. В общем и целом по портфелю результат с начала года 72,35 плюс профит ежемесячно 7,16 с просадкой в моменте 15,39 просадка была в районе 14 дней. В общем и целом это мам счет он расположен на базе царского банка SwissQuot мы всех всех приглашаем к диверсификации диверсифицируйтесь заходите размещайтесь первое соблюдайте первое правило инвестора это не складывать яйца в одну корзину всех будем рады видеть в общем и целом я закончил Игорь Николаевич спасибо спасибо большое Андрей 72% конечно Владимир Мудряков пишет шикарный результат давайте остановим демонстрацию рабочего стола спасибо вам огромное за ваш обзор я думаю многие идеи отразились в душах трейдеров и они сейчас их обязательно рассмотрят но в пятницу мы вместе обсудим друзья что у нас на этой неделе получилось Иван спасибо огромное за ваш обзор хорошего дня и успешной работы сегодня спасибо Игорь Николаевич что дали слово всем попутного тренда и хорошего результата спасибо большое Андрей удачи до свидания